Всем привет, всем привет, всем привет, всем привет! Слышно ли меня? У нас сегодня гениальный Александр Петриков к теме дня, которая возникла утром, как-то не сказать, что она самая интересная, самая главная, но по понятным причинам, потому что это не автопром даже, это культура, да, автомобиль «Москвич», она всех взволновала, и Александр Петриков, в частности, обыгрывает пост журналиста Захарова на тему того, что написание надписи «Москвич» вот таким шрифтом в стиле Америки 50-х годов запатентовала Елена Батурина, то есть тут надо уточнять на самом деле, что запатентовано именно вот такое графическое изображение, и это не есть бренд «Москвич», и это не есть даже логотип автомобиля «Москвич», потому что именно право называть автомобиль «Москвичом», и оно принадлежало Рено, и теперь оно также передано городу, так же, как и всевозможные логотипы, которых было у «Москвича» много, и последний, если помните, обыгрывал букву «М», да, и зубец кремлевской стены. Вот, но к вопросу опять же, да, ну и да, между прочим, при Лужкове, вы помните, да, у него была какая-то личная мания все запатентовать, чтобы потом получать соответствующее отчисление, он патентовал Кулебяку, способ очистки топлива, какие-то такие штуки самые неочевидные, или, допустим, имя Лужкова указано на обелиске на Поклонной горе среди авторов, то есть, как бы, копирайт на Поклонную гору тоже Лужкова, и люди Лужковской вертикали, они ему подражали, я помню, в частности, что начальник метрополитена Гаев запатентовал выражение «осторожно, двери закрываются» и получал деньги за каждое его произнесение в метрополитене, но когда Гаева выгнали, почему-то права на это у него закончились, по крайней мере, то есть, такие вещи, конечно, тоже не абсолютные, но, пиша, говоря о москвиче, я вынес в анонс стрима неочевидную, наверное, строчку из песни группы ИЛВТ «Карающий стул Кокорина» стулом получает ПАК, потому что именно ПАК сегодня спикер Министерства промышленности и торговли по теме возрождения завода «Москвич», бывшего АЗЛК, потому что ПАК у Путина отвечает за автопром, собственно, по крайней мере, легенда, да, мы не знаем, насколько это правда, но считается, что, собственно, Мамаева и Кокорина так жестко наказали именно за то, что они избили стулом не простого прохожего, а конкретного человека, который, собственно, в интересах Владимира Путина создавал автомобиль АУРУС, и теперь, вот опять же, стоит, наверное, пожалеть этого ПАКа, что ему придется оживлять, собственно, вот это производство, да, создавая, воссоздавая автомобиль «Москвич». Я говорю, как бы, на тему автомобиля по всем смежным областям, кроме того, как там, не знаю, как люди чувствуют себя за рулем, допустим, да, или говно машина, или не говно. Вы знаете, я не вожу, вы знаете, я от всего этого далек, поэтому, соответственно, касаюсь культурологического аспекта, и не только, между прочим, потому что я загляну в шпаргалку, имена, я помню фамилию Пронин, имя его не помню, поэтому вам скажу его отдельно, имя Дмитрий Пронин, зам Лексутова, да, замначальника Дептранса, он будет директором завода «Москвич», и надо сказать, что интересный человек, в том смысле, что он не то, что из автопрома, из автоторговли, да, из Авелона, того самого автодилера, связанного с семьями заместителей генерального прокурора и так далее, и так далее, руководил всем этим, дай бог памяти, Камо Кимович Авогамян, известный в частности, что он был спонсором футбольного клуба Арама Ашотовича «Арарат Москва» по армянской линии, и, соответственно, там была также история, когда директор этого клуба украл, типа, 20 миллионов рублей, но не так, чтобы много, не так, чтобы мало, убежал в Грузию, и, соответственно, его в Грузии нашли, поймали, и он деньги вернул, то есть такая интересная среда, криминально-армянско-прокурорская, вот этим людям достанется автозавод «Москвич», я смотрю на себя, вижу за своей спиной интеллигента-шестидесятника, который интересен в данном случае не только тем, что он закрывает глаз писателя Андрея Платонова, но и висит с четверга или даже со среды, здесь присоска оказалась сильная, или поверхность, это эмалированная полка для книг оказалась удобна для присоски. Ну и на самом деле, рифмующиеся с москвичом, то есть сейчас много такого будет, да, мода, не мода, вернее, грузь всеобщая, да, вот, допустим, закрывается бумажный журнал «Форбс», и надо также вздохнуть, ах, и я в него писал еще в те годы, когда он был тем самым бумажным «Форбсом», в который писание было честью и удовольствием, скажем так, при Кашулинском давным-давно я там неоднократно публиковался, действительно гордился, потому что стандарты там были очень высокие, и каждая публикация, вот именно жанр факт-чекинга, когда какие-то незнакомые люди выносят тебе мозг на тему содержания твоей статьи, и ты доказываешь им, что как бы статья легитимна, и вот проходишь испытания, она публикуется, это, наверное, важнее гонорара, но, в общем, журнал «Форбс» закрывается, бумажный журнал «Форбс», из-за того, что нет рекламодателей, и подорожала бумага, конечно, без ссылки на рекламодателей это было бы еще как бы печальнее и красивее, что вот бумага подорожала, и, соответственно, главный капиталистический глянцевый журнал, да, для людей, зарабатывающих деньги, или мечтающих о деньгах, соответственно, он умирает из-за того, что дорожает бумага. Но эта присказка, а сказка, на самом деле, почему-то так же всех взволновала, ну и понятно, почему я и говорю, да, такие темы будут возникать регулярно с уходом западных компаний, с импортозамещением, и, что немаловажно, с активностью пиарщиков разного рода российских предприятий, которые, как вот Очакова сегодня, будут между собой даже, наверное, я думаю, состязаться в жанре проталкивания своих новостей за пределы специализированных рубрик в деловых газетах. То есть, действительно, сегодня у Очаковского пивкомбината, или как он правильно называется, компания Очакова, колоссальный успех с этими, я думаю, концептами, это не есть, как бы, конечный продукт, может быть, его и не будет, напитков, которые должны заменить Кока-Колу, Фанту и Спрайт, все с удовольствием перепощивают эти картинки, названия там, Кул-Кола, Стрит и что-то еще. Но, соответственно, на самом деле, действительно, ну, насколько я представляю себе потребительский рынок, я думаю, вы со мной согласитесь, не даже никак какие-то люди, которые там чему-то учились, мы ничему не учились с вами, а как потребители. Не бывает такого, что вот некий продукт уходит с рынка, легендарный продукт, культовый продукт, в котором, как Кока-Коле, первичен не столько вкус, даже сколько и образ, да, и как бы символ Соединенных Штатов, свободы, да всего на свете. И приходят какие-то трудящиеся и говорят, а вот теперь будет наш напиток Кул-Кола, и все будут пить его вместо Кока-Колы. Нет, не все будут, я думаю, здесь присутствующие также скажут. Нет, ну, как бы, наверное, если Кока-Кола идет, будем искать другую альтернативу, может быть, даже квас очаковский, да, сам по себе. Так не работает, да, взлетает какой-то другой продукт, и невозможно, как бы, с нуля придумать лидерский продукт, ну, не бывает так. Поэтому даже если, хотя еще раз скажу, в это не верю, и пока это похоже только на пресс-релизный троллинг, даже если эти три напитка возникнут, как бы, и будут продаваться, никто не гарантирует, что они займут ту же долю рынка и то же место в массовом потреблении, какое занимали Кока-Кола, Фанта и Спрайд. Про Макдональдс немножко другая история. Опять-таки все, насколько я наблюдаю, с какими-то усмешками, ухмылками перепощивают подряд две новости о том, что компания Макдональдс окончательно решила уйти из России, и вторая новость, что компания Макдональдс вернется летом под другим названием и с другими брендами, с теми же продуктами, с теми же коллективами. Во-первых, да, надо отдать должное, что источники агентства ТАСС, ТАСС как раз при всем уважении к нему, а он действительно ТАСС на голову вышит тех же новостей, и особенного трэша себе не позволяет, но есть у них, конечно, такая травма, видимо, сопряженная со значительностью бренда, что они довольно часто, допустим, воруют какие-то сюжеты, истории в телеграм-каналах, еще что-то, еще что-то. Ну и, естественно, как пропагандистское агентство государственное, оно используется в том числе и для государственных медийных компаний, в том числе дезинформационных. И когда анонимный источник агентства ТАСС вообще непонятно где, непонятно в какой компании, говорит о возвращении Макдональдса, это может значить что угодно, и в последнюю очередь это действительно может описывать планы компании Макдональдс. Более того, ну, я написал Дон Мак, действительно, скорее всего, наиболее вероятным развитием событий, кажется, что купленный кем-то типа Пригожина, а может быть кем-то типа Пригожина, а может быть даже не купленный никаким Пригожином, буквально с теми же чеченцами и казахами, которые владели франшизой Макдональдса в России. Макдональдс, наверное, оживет летом под названием, как в Донецке был Дон Мак, и есть, будет какая-нибудь, опять же, как раньше, только хуже, сохранение, но не воспроизведение дальнейшей традиции, рецептов. Ну, вот как с дореволюционными какими-то знаковыми вещами было, включая печенье юбилейное, вот досталось вам, да, и, соответственно, вы это храните, и в итоге к концу 80-х, да, когда буквально родные европейские, там, не знаю, кондитеры, виноделы, пивовары, кто угодно, прошли уже там 70-летний путь в развитии, если ты приезжаешь из Парижа в Москву, ты можешь попробовать то самое печенье, которое ели в 13-м году, или то самое пиво, которое пили в 13-м году, и которое современнику нашему, уже современнику кажется говном, то есть, как бы, наверное, я не был, естественно, в Донецке, в Дон Маке, и если сейчас вы придете в Донецке, в Дон Маке, вы почувствуете, как бы, там, 8-летней давности вкус Биг Мака немножко испорченный, потому что вместо, там, не знаю, салата достается капуста, а вместо Биг Маковского соуса какой-нибудь, опять же, локальный кетчуп. Ну, в общем, будет какой-то такой кал, опять-таки, и, наверное, действительно прав Сергей Удальцов, когда он говорит, что, надеюсь, на месте Макдональдса будет сеть с пирожками и бутербродами, и русскими напитками, и Султан Сулейманов ему правильно добавил, и, наверное, там можно будет срать в писсуары. Но, в принципе, даже в таком описании, да, это, возвращаясь к Лужкову и его запатентованным кулебякам, это будет такое русское бестро, лишенное, собственно, что-то злоупотребляю я словом вайб, конечно, но, в общем, лишенное вайба Макдональдса, и мы увидим такую тихую деградацию, некогда легендарной, в том числе для России, да, сети быстрого питания. Вот, что еще хотел сказать, да. Про Азовсталь непонятно, на самом деле, буквально в последние минуты появилось видеообращение человека по фамилии Прокопенко, который, типа, у них заглавного, который, дословно я прочитаю, защитники Мариуполя выполнили приказ, несмотря на все трудности, бла-бла-бла, в целях сохранения жизни весь мариупольский гарнизон выполняет утвержденное решение высшего военного командования и надеется на поддержку украинского народа. Видимо, сдаются, действительно, но в течение дня это выглядело довольно драматично, потому что утром, если вы видели, в телеграм-каналах ЗЭТ-комментаторов появилась информация, что вот из подконтрольного России выхода из туннеля с Азовстали появились люди с белыми флагами. Ага, они сдаются, и миллиард высказываний на тему, но теперь-то мы их, значит, будем судить, пусть они дают показания на то, что Зеленский отдавал им команду, соответственно, совершать военные преступления. Потом удивительное было заявление Ходоковского, я его, пожалуй, даже прочитаю вслух, хотя мы делаем скидку на то, что Александр Ходоковский, будучи человеком в последнее время довольно медийным, не есть самый влиятельный деятель вооруженных сил Российской Федерации, тем более он не имеет к ним отношения, да, вооруженных сил ДНР. Но, тем не менее, он дословно заявил следующее. Процесс эвакуации продолжается, это тяжелораненые, которых выносят на носилках. Нелегко раненых, неживых, дееспособных азовцев никто не выпускает. Речь идет только о тяжелораненых. Было принято решение на самом высоком уровне, чтобы все-таки обменять тяжелораненых на российских военнопленных. Этот процесс не совсем похож на сдачу в плен, потому что речь идет о лежачих, раненых военнослужащих ВСУ или Азова. Опять-таки, это выглядело где-то около пяти, наверное, часов вечера по Москве, как такое дезавуирование уже вот корпуса предыдущих высказываний, что да, сейчас мы их вылечим и заставим, соответственно, отвечать за все военные преступления украинских нацистов. Видимо, в течение дня шел какой-то, может быть, торг, может быть, опять-таки, какие-то закулисные переговоры, может быть, с участием иностранных посредников, вплоть до пресловутого Эрдогана, которого вчера не менее пресловутый Рамзан Кадыров упрекнул, соответственно, в потворствовании антиисламскому батальону Азов, которые есть, по мнению Рамзана Кадырова, язычники и кто-то еще, и шайтаны. В общем, действительно, продолжается интрига, но, опять-таки, у нас почему-то не принято любить Азов здесь, в нашем стриме, скажу я, иронически, но при этом надо, опять же, иметь в виду, что, как бы, в этой ситуации, в ситуации войны Азов уже, как бы, превзошел, да, то, что было в Брестской крепости, по времени, по крайней мере, да и по значению, на самом деле, потому что пребывание, опять же, гарнизона в Брестской крепости, в общем, никак не повлияло на то, что немцы дошли до Москвы, а пребывание Азова в Мариуполе привело к тому, что, соответственно, российские вооруженные силы отошли вначале от Киева, а потом и от Харькова. Ну и ко всевозможным спорам, и это, наверное, мне даже стоило внести в пресловутую подборку, про которую я отдельно поговорю, подборку моих высказываний по украинскому вопросу, читая, как бы, ретроспективно свои статьи, я, естественно, многое забываю, в колонке про споры о принадлежности Протасеевича, не безызвестного к Азову, я пишу, что каким бы отвратительным и ужасным ни был Азов, конечно, любой Азов лучше белорусского МВД, белорусского КГБ, которое, хоть и не носит никакие руны, но запятнало себя вполне реальными военными и невоенными, как правильно назвать, преступлениями против человечности, в течение 2020-2021 года, и говорить о том, что Азов чем-то особенно ужасен на этом фоне, в общем, не очень корректно, но я думаю, спор об этом будет еще вестись не раз, и не знаю, в какой мере мы с вами в нем поучаствуем. Статья Романа Анина, я, заходя в стрим, увидел первый комментарий от Егора Галенко, а что в ней такого? Достать я в издании «Важная история» о том, что, соответственно, беда Владимира Путина в том, что единственный источник информации по Украине у него как раз управление генерала Беседы, которое халтурило, воровало деньги, пользовалось информацией, получаемой от украинских эмигрантов из команды Януковича, которые сами заостряли в 2014 году, и, соответственно, в такой обстановке Путин действительно, будучи человеком, изолированным абсолютно, и там, собственно, описывается, как его изменила жизнь во время ковида, Путин, соответственно, принял единственное возможное в его ситуации роковое ошибочное решение. Наверное, здесь действительно ничего нового, ничего из того, что мы бы с вами не знали, или, по крайней мере, о чем бы не догадывались, но когда об этом еще раз пишется, это кажется интересным, это такое естественное свойство медийного потребления, что здесь еще добавить. То есть, в смысле, я не говорю, что заметка Романа Анина, какое-то вау, откровение и так далее, что называется, мы следим информацией к размышлению. Затем, как мы следим за информацией к размышлению, вот на самом деле, я в какой-то момент продекларировал, что наиболее адекватно сейчас, да, следя за событиями войны, ориентироваться на российские официальные медиа, которые своими лексическими играми, типа хлопок, всякими намеками или проговариваниями, да, гораздо адекватнее описывают происходящее, чем, в общем, избыточно победительная украинская пропаганда. И я, да, иногда даю, как бы, сам слабину на эту тему, и вечером в пятницу, опять-таки, когда я удалял свой анонс, один из вас сказал, ну, нормально, вечер, пятницу, все подумают, что ты бухаешь. Я не бухал, но, действительно, я дал ссылку, потом ее удалил, подумав, что ей не место в моем телеграм-канале, я имею в виду нашумевший фильм «Украинская правда» под названием «Окупант», потому что, купившись, как бы, значит, ну, не в смысле конкретной лазнице, а тот же жанр. Вот у пленного российского офицера есть мобильный телефон, в котором много снято его видео из довоенной жизни, из службы в Чечне, и, соответственно, из войны. Вот из него смонтировали такое повествование, описывающее как раз вот эту банальное зла. В итоге начал смотреть, и как-то, действительно, ну, тут уже не лазнице, а, наверное, фильм «Горько», а, может быть, и не фильм «Горько». Ну, в общем, как бы, мы не знаем, какой в реальности массив роликов был в его телефоне, какие ролики, где он показан нормальным человеком, остались за кадром, а какие, может быть, даже были добавлены. Перед нами такое нарочитое изображение какого-то абсолютно быдлогубника, там во время очередного застолья какой-то обоссавшийся мужчина лежит на диване. Вот смотрите, какой ужасный орк, мы, украинцы, не такие. Естественно, про любой, там, не знаю, экстремальный постсоветский отдых с алкоголем и пением песен можно снять абсолютно одинаковое кино не только в России, и на Украине, ну, допустим, в России, и в Латвии, да, в России, в Литве, многое еще где, вплоть до Узбекистана. И на основании этого делать какие-то обобщения, наверное, не вполне корректно, но в условиях военной пропаганды это делается еще более чувствительной темой. Поэтому фильм я посмотрел, не сказать, чтобы целиком, но, по крайней мере, две его трети посмотрел кусками, вот, и принимая его внимание, решил его не рекламировать. Вот если кто следил за появлением и исчезновением постов в моем телеграм-канале, ситуация, соответственно, такая. Значит, тын-дын-дын-дын-дын. Что касается, да, сегодня опять не знаю, причем почему, да, может быть, из-за Романа Анина, соответственно, вот, разговоры о том, а какая цель войны, а что будет победой. Вот Ольшанский написал колонку хорошую, да, мастерскую в том жанре, в каком умеет и любит работать Дмитрий Ольшанский. Вот давайте посмотрим, что такое победа. Взятие Киева будет победой? Нет, не будет победой. Взятие Львова будет победой? Не будет победой. Взятие Донецко-Луганской власти будет победой? Не будет победой. А что же будет победой? А победой будет, соответственно, захватить, значит, вот ту часть Украины, которая богата как бы промышленностью, портами, пшеницей и людьми, похожими на нас, и отделить ее от той остальной Украины стеной. И может быть, опять-таки, я традиционно, и здесь я тоже сделаю эту оговорку, не хочу как-то срываться в какие-то рассуждения на тему того, работает мой друг и учитель Дмитрий Ольшанский под прямую диктовку АП или не работает, но, по крайней мере, вот у Захара Прилепина сегодня же увидел в его Телеграм-канале ссылку на Телеграм-канал Открытая Украина, где также описываются цели войны, и на самом деле, может быть, действительно, это такой вот новый, как бы, тренд говорить об этом прямо. То есть, вот я не буду читать, может быть, целиком, хотя, может быть, и буду, но по пунктам, первый пункт, зачем России нужна Украина? Пункт первый. Хозяйственный логистический комплекс от Харькова до Одессы, включая Луганск, Донецк, Депридорусска, Запорожье, Херсон и Николаев, неотъемлемо связан с промышленностью России и позволяет осуществлять поставки сырья и продукции по ЖД и морям. Еще раз, это первая причина. Вторая причина, зачем России нужна Украина? Этот суперрегион осуществляет серьезную генерацию электроэнергии. Хорошо. Пункт третий. Если Юго-Восток Украины не воссоединится с Большой Россией, то русских украинцев уничтожат, а остатки превратят во врагов России. К третьему пункту только автор, соответственно, вспомнил о людях, которые, в принципе, как бы изначально и были, вроде бы, целью защиты. Пункт четыре. Россия, освоив Северное Приазовье и Причерноморье, получает золотую акцию в мировом производстве зерновых, тем самым консолидируя Азовское море становился внутренним российским морем. Это значительно упрощает его экологическую защиту, промысловое использование и судоходство. Россия отрезает пункт шесть. Россия отрезает НАТО от портов Северного Приазовья. То есть, допустим, если говорить о геополитике, так называемом, вот, на к шестому пункту. И семь. Россия надежно прикрывает западные и южные рубежи. Восемь. Российская Федерация приобретает пару десятков миллионов граждан, среди которых высокий процент квалифицированных специалистов. Девять. Россия получает территорию с благоприятным климатом, который способствует развитию не только агропромышленного комплекса и тяжелой промышленности, но и обладает значительным рекреационным потенциалом и историческим значением. То есть, ну, такого рода риторика, на самом деле, на русском языке произносимая была немыслима в любой войне, даже если, там, Россия или Советский Союз вели ее в каких-то захватнических целях, да, как, допустим, в Финляндии в сороковом году. Это, скорее, такая карикатура с обложки журнала Новый Сатирикон за, там, условно говоря, пятнадцатый год, я прям визуально помню, художник, по-моему, был Родаков, да, когда сидит немец в военной форме за столом, а официант ему говорит, что, типа, вот у нас, значит, в меню, там, литовские окорока, польская, там, не знаю, что, колбаса, там, пшеница, опять же, пшеничный хлеб из окрестностей Одессы и так далее, и так далее. В общем, все будет, как бы, вкусно, но после того, как мы завоеваем Российскую империю, а пока, значит, съешьте две постные пресные булочки маленькие. Вот здесь то же самое, то есть, как бы, можно, действительно, наверное, даже и разумнее, чем придумывать динамсификацию, да, можно декларировать. Просто там, типа, клево с промышленностью, с климатом, и люди, да, высококвалифицированные, их можно, соответственно, запрячь на наших производствах. Но представить себе, что война, которая идет под такими лозунгами, буквально в стиле XIX века, с поправкой на то, что завоевываются не заморские колонии какие-то, да, соседние, примерно такое же, как твое государство, ну, это, конечно, абсолютная дичь, и, на самом деле, конечно, очередной пример вот того превращения, да, которое российская, ну, скажем так, лояльная общественная мысль пережила за эти три месяца. Дальше уже будет, наверное, еще что-то более простое, типа, почему захватываем, потому что так надо. Вот. Ну, и также здесь, естественно, стоит вспомнить, произнести в стриме, чтобы потом было на что сослаться, когда дойдет до разговоров о капитуляции уже каких-то других, более громких, да, ну, по крайней мере, действительно, посол Антонов, своем, посол России в Соединенных Штатах, Антонов, говоря о перспективах войны, сказал, что никакой речи о том, чтобы Россия капитулировала, не идет, и поскольку, да, слово капитуляция в исполнении официального российского лица действительно вот уже вылетело, да, его уже не поймаешь, то есть, как бы, наверное, где-то между собой они говорят, типа, ну, как бы, да, вот там что-то завязли, но нет, капитуляция не вариант, капитуляция не вариант, вы находитесь здесь. Что касается того, где мы еще находимся, мы находитесь здесь, я, на самом деле, вот уже проанонсировал, что я хотел сказать про подборку своих высказываний на российско-украинскую тему, которую я сделал за 8 лет, повесил вначале в телеграм-канале Кашин Плюс, на который подписывайтесь, давайте я создам, пока не забыл ссылку в своем главном телеграм-канале, и подписывайтесь, надо подписываться, я сейчас объясню, почему особенно надо сейчас, или намекну, по крайней мере, ну, в общем, смысл такой, что, ну, я опять же, я не знаю, на самом деле, насколько я лично, я человек действительно нервный, и все такое, и в этом смысле, враги своей цели достигли, конечно же, насколько я преувеличенно придаю значение всей этой истории с навальнистами, их списком, но, тем не менее, да, такое, я написал это в Репаблике, перепечатывая, значит, эту подборку, что кажется унизительным сидеть и ожидать, что как бы обойдется, да, хочется что-то делать, вот сделал эту подборку, ну, не знаю, если возникнет необходимость, там, как-то себя защищать, то будет что показать, опять же, наверное, это наивное рассуждение, но это первая часть наивного рассуждения, вторая часть наивного рассуждения такова, что как раз, опубликовав, да, и действительно ни у кого, да, нету столько, и за эти годы, таких высказываний, опять же, можно вспоминать хохлятину ебучую, можно ебучую, можно вспоминать что-нибудь еще, вот, ну, по крайней мере, там, из года в год, одними этими же словами, и Донецкую Народную Республику называешь, не иначе, как там, не знаю, Сомали, или бандитский анклав, или еще что-то, в общем, это выложил, и, соответственно, пошел общаться с подписчиками издания Репаблик, и по итогам этого общения, вспомнил, может быть, такое вообще, когда мне писатель Багиров разбил лицо в 2008 году, соответственно, ну как, ну, разбил лицо, я там вешаю свою фотку с разбитым лицом, там, мне мои какие-то комментаторы сочувствуют, писатель Багиров пишет, соответственно, какой-то большой пост издевательский, вот, типа, дал поебалу этому Кашину, и собирает по тем-то временам, 15 лет назад, какие-то дикие тысячи комментариев, тогда не было ни троллей, ни ботов, были там разного рода живые люди, включая те, кого я знал, и вот, когда такого рода комментарии накапливаются, ты их читаешь, естественно, такое стыдное удовольствие, и обнаруживаешь, что там, масса людей тебя прям ненавидит, ты начинаешь думать, типа, ну окей, надо как-то иметь это в виду, и я, не знаю, малодушно или нет, первый уход в пузырь, тогда я убрал свой же журнал под замок, только для френдов, причем отдельный аккаунт завел специально для Натальи Тимаковой, чтобы она могла читать, я знал, что она читала, и, соответственно, дал ей этот пароль, вот, ну и, соответственно, там около двух лет я, собственно, сидел, общаясь там со своими, не знаю, полутора тысячами тем, тех, кому я, соответственно, свой ЖЖМ был готов, как бы, их пускать в этот клуб, и, наверное, сейчас пришло время каким-то образом повторить этот пузырный опыт, и поэтому подписывайтесь на Кашин Плюс, собственно, единственное место, где можно читать мои статьи, вот, ну а что касается, да, сегодня еще просто, или не сегодня, я сегодня увидел себя в чате, Леонид Волков написал объяснение, а как, значит, человеку выпасть из этого списка, я прочитаю, прямо сохранил скриншот, два слова, деятельное раскаяние, раскаяние, вот, допустим, я Никита Могутин, Роберт Шлегель, Катя Винокурова, Вася Иванов, я был частью человека-ненавистической системы, винтика мою, исполнял преступные приказы, устраивал митинги движения «Наши», ходил с видеокамерой на обыске композиционерам, публиковал мусорские сливы, занимался мелкими провокациями, понял, что это было плохо, хочу начать с нуля, уйти в бизнес, заниматься честной журналистикой, вязать ключком, что я должен сделать? Публично обо всем рассказать, нельзя было заниматься тем, чем ты занимался, и не быть в курсе очень многих вещей, как передавались деньги и приказы, как принимались решения, как организовывались провокации, как проходили секретные совещания и так далее, ты все это знаешь, у тебя куча переписок, документов, скриншотов, расписок, вот они-то и есть твой путь к новой жизни, выйди и расскажи, да, Ромашотович получал бабло от тех-то и отмывал так-то, а темники раздавали те-то на таких-то совещаниях, мусора нас привлекали к таким-то и таким-то операциям, а те-то и те-то наши публикации, фейк и провокация, вот все пруфы, мне стыдно, я больше так не буду, и вперед, на самом деле, вот, собственно, почему я на это обратил внимание, потому что, естественно, такого же рода вопроса, надеюсь, кто-нибудь когда-нибудь задаст в зеркальной ситуации, фонд борьбы с коррупцией, про который мы ничего не знаем, и в России, и на Западе он поддерживает и поддерживал все эти годы контакты, мы не знаем, допустим, почему в Апале и как бы отдельно от основного тела ФБК оказалась Любовь Соболь, мы ничего про них не знаем, и как бы действительно, вот, хочется дожить, когда, когда уже их будут каким-то образом спрашивать, но, как говорится, бог бы с ними на самом деле, а так, что касается списка, наверное, разумнее сходить из худшего варианта, можно предположить, что, наверное, такая стадия принятия, будем ждать санкций, вот, и, как говорится, так, что еще хотел сказать, Рарат Москва, Сакарапетян, да, в BBC интервью бабушки, собственно, вот на самом деле, чувство меры, да, его, наверное, нет на войне ни у кого, но поскольку, да, речь из BBC, действительно, я соглашусь с Русланом Гафаровым, что публикация, в общем, позорная, мы уже убедились, да, что бабушка, как бы пожилая, малоадекватная, там, и все такое, что, там, она оказалась красным флагом, уж не знаю, как бы, почему теперь она, находясь в расположении украинских войск, рассказывает, что она, значит, проукраинская, все это, понятно, кринж, понятно, что уже первое, как бы, видео с ее участием, уничтожило, про бабушкинскую кампанию в России, а второй раз, когда уже, опять-таки, в присутствии солдат, которые буквально сидят за ее спиной и смеются, там, что-то подсказывая, да, повторять, как бы, это интервью еще, как бы, провоцируя бабушку на то, чтобы она сгенерировала еще сколько-то фраз, вызывающих неловкость, но это, наверное, странно, не то, чтобы мы с вами учили, журналистов BBC, журналистики, но, конечно, это уже выглядит и избыточно, и некрасиво, но и также, поскольку, да, логика такая, вот у Кремля, у пропаганды была бабушка, с ней не получилось, они начали раскручивать мальчика, забавно, как журналисты, соответственно, пытаются повторить не то, что успех украинской стороны, но, по крайней мере, ту же логику, на примере мальчика, да, который в Белгородской обыске выходит и приветствует российские вооруженные силы, то есть, за последние, там, два дня, я, во-первых, прочитал где-то в Телеграм-каналах серию прям постов на тему того, что, оказывается, у папы этого мальчика есть невыплаченные кредиты и какие-то проблемы с ГАИ, с неоплаченными штрафами, по-моему, ну, то есть, понятно, по базам пробивают, опять же, о чем нам это говорит, у мальчика папа обычный российский обыватель, да, региональный, ну, окей, бог с ним, и второе сегодня в Белгородском каком-то медиа интервью мамы этого мальчика на тему того, что односельчане их хейтят, 15 минут славы, в итоге не то, чтобы как бы образ мальчика тускнеет, а скорее вот привычки журналистов каким-то образом опять производят впечатление кринжа, так-то понятно, и не нуждается, наверное, в проговаривании, что и культивирование образа бабушки, и тем более уже как бы во второй раз после неудачи с бабушкой, культивирование образа мальчика, это как бы не круто, трэш, и что называется, позор, хотя, как уже было сказано, не помню, говорил ли я это в безнапряжном субботнем стриме, или в субботнем, пятничном субботнем, в безнапряжном стриме, говорил ли я это в пятницу все-таки, да, но как-то ожила российская пропаганда, мы видели на этой неделе, опять же, вот что мы видели, мы видели фотографию, видимо, мертвой женщины, сокровавленной бедрами, непонятно где, непонятно в какой комнате, вот ее изнасиловали, да, смотрите, кошмар, кошмар, украинцы изнасиловали женщину, после вот этого целого корпуса разной степени достоверности, истории про изнасилование украинских женщин и мужчин и детей российскими военными, да, на концу третьего месяца российская сторона догадалась, да, что можно такими же, опять же, такого же рода эмоциями, да, заниматься, хорошо, и вчера буквально в РИА Новостях я видел сюжет о том, что представляете, да, украинские военные, покидая какое-то село, отпилили батареи отопления, значит, в доме, да, и забрали себе на металлолом тоже, после всей этой истории, уже канонизированной буквально всеми, историей с унитазами и прочим продуктом мародерства, да, соответственно, вот догадались, что можно так реагировать, но тут нет повода на самом деле смеяться, поскольку, да, окей, тормозят, да, наверное, там согласовывали, да, может быть, менялись операторы пропаганды, и перед нами, условно говоря, творческий дебют Кристины Потопчик, которая публично претендовала на какие-то подряды, на освещение войны, поэтому, может быть, там через месяц мы офигеем с вами от обилия такого рода сюжетов, которые будет генерировать российская пропаганда, от которых уже не отмахнешься, потому что, давайте иметь в виду, да, что, по крайней мере, на этом уровне, с российской стороны, есть люди, которые умеют что-то делать и умеют учиться, поэтому я бы предлагал осторожнее и внимательнее, смотреть на новые какие-то проявления российской пропаганды. Сегодня в том же Кашин Плюсе, ссылку на которую я уже дал себя в телеграм-канале Кашин Гуру, призываю вас подписываться на нее, сегодня в том же Кашин Плюсе моя колонка про распад России, вызвавшая неоднозначную реакцию аудитории, по крайней мере, канала Кашин Плюс, но тут тоже много лет я на эту тему публично рассуждаю, начиная с той самой, опять же, которую регулярно любили цитировать в фильмах типа «Пятнадцать друзей Хунты». Цитаты про визовый режим между Россией и Сибирью, сегодня я без каких-то, на самом деле, эмоциональных приемов, которые уместны иногда в колонках, просто довольно занудно попытался порассуждать, какие есть слабые места у российского федерализма и несколько тезисов, которые я хотел произнести. Преувеличена, во-первых, опасность территориальных претензий со стороны других стран, может быть, кроме Украины, как раз, но представить себе Финляндию или Германию, которая претендует на выбор Клик-Нигсберг, невозможно. Тема прироста территориального она табуирована в Европе до сих пор, после 1945 года, и, напомним, даже Косово к Албании никто не решился присоединять, более того, на него навесили всевозможные обязательства дистанцироваться от Албании. Второй пункт, что, да, наверное, стоит ждать, ну, где-нибудь, очевидно, она будет, межнациональной резни, с которой тоже что-нибудь может начаться. И я, ну, там, с моим даром прогнозов ставлю на Бурятию, да, которая сейчас переживает действительно, наверное, крупнейшую в истории свою национальную драму, да, когда и так немногочисленные буряты довольно массово гибнут на чужой для них войне. Поэтому это, в принципе, имеет какие-то очевидные перспективы с точки зрения будущей напряженности в регионе. Второе, третье, вернее, то, о чем я неоднократно в свое время писал, это особая болезненная реакция путинского Кремля, на тему адыгов и на тему финноугров. И у тех, и у других есть сильное, сильное международное лобби, которое еще с начала нулевых довольно агрессивно и без права на молчание и в ответ спрашивало официальную Россию, не угнетаются ли эти этнические группы в России. И, соответственно, да, поскольку, хоть и формально мы знаем, что в Ханты-Мансийском округе хантов и мансий мало, да, но, по крайней мере, легко представить себе, что вот Россия вся лежит в тепелище, и только нефтегазоносный регион под каким-то новым уже флагом, как новое независимое государство, процветает, развивается. Ну и про татар, эволюция моей татарианы, впрочем, подписывайтесь на канал и читайте, хотя фразу про татар, про конфедерацию России и Татарстана я вынес в анонс в Фейсбуке. В общем, действительно, богатая тема, я думаю, сейчас уже время о ней думать. Поджоги военкоматов я себе обозначил в списке, но я не знаю, что особенно про них сказать, кроме того, что мы обращаем внимание на то, что во многих регионах России кто-то поджигает военкоматы, соответственно, очевидно, пытаясь сорвать призыв. Я у кого-то видел, да зачем же вы их поджигаете, да, вы что думаете? Все написано на бумажках, но, зная, опять-таки, российское государство, мы говорим, что да, что да, многое там написано на бумажках, и веры в их компьютеры, конечно, ни у кого нет. Также, обращая внимание, меня удивило, мне казалось, что благодаря телепередачам Андрея Малахова и прочему вот этому жанру, да, условно говоря, недорогие глянцевые журналы, история все-таки стала частью какой-то более-менее массовой мифологии, да, и частью истории, ну, условно, как перевал Дятлова, хотя там особой загадки нет в данном случае, но меня удивило, сколько комментаторов у меня в Фейсбуке, по крайней мере, пишут, ого, впервые про это слышу, интересно, интересно, кошмар, где-то какое, 15 мая 72-го года, когда в городе Савлогорске, курортном, известном многим городе Калининградской области, так получилось, да, беда, ЧП, упал, аварию потерпел военные самолеты, упал никуда-нибудь, а строго на детский сад, который был, значит, в этом городе, в центре, погибли все, там, типа, ну, не так много, не так много, типа, 40, по-моему, детей, воспитательница и все такое, и, соответственно, как справедливо отметил калининградский журналист Алексей Шабунин, но это, как бы, да, это не ЧП, беда, как бы, и все, а то, что было дальше, это преступление, потому что, действительно, засекретили эту историю, и самое крутое, как бы, ну, в смысле, в негативном, понятно, но, тем не менее, что на месте детского сада уже следующим утром была цветущая клумба, и, как бы, не было детского сада, город, как водится, закрыли на въезд и на выезд, прессы не было, ничего не было, и, в общем, городская молва, как я думаю, в каждом регионе есть какая-то такая история, про которую не писали в газетах, ну, там, типа, в 40-е, 50-е, 60-е, 70-е годы что-то случалось в диапазоне вот от такой авиакатастрофы до Новочеркасска, и местные все знали, а, как бы, в соседних регионах даже не представляли, что такое бывает, ну, соответственно, вот, 50 лет прошло, опять-таки, я об этом услышал впервые в детстве, условно говоря, в 88-м, значит, сколько лет тогда было, 16 лет, почти вчера, ну, в общем, такая история на этой ноте, да, ну, я отдельно хотел проговорить, хотя тоже особой речи нет, я не то, что его какой-то особенный фанат, хотя величие признаю, безусловно, сегодня 65 лет Юрию Шевчуку, и, соответственно, мы его с вами поздравляем, но петь, я думаю, не будем, и на этой ноте мы поворачиваем голову к нашему с вами чату, и Егор Галенко, я попытался на вопрос Егора Галенко уже ответить, но я не думаю, что ответил исчерпывающе, про статью в важных историях, Гриша спрашивает, Олег, привет, вы обычно досчитываете начатые книги до конца, вы знаете, вот у меня закончились детективы Горовиса, я наугад пытаюсь найти что-нибудь, и вчера купил на Литресе, потому что Флебус-то заблокировано в Телеграме теперь, значит, купил на Литресе одну книгу, начал читать какое-то говно, купил вторую, начал читать какое-то говно, купил третью, тоже начал читать какое-то говно, но третью уже неприлично бросать, обычно нон-фикшены я читаю с середины, значит, если увлекусь до конца, а потом сначала, ну, как бы, скорее дочитываю, недочитанное немножко давит на психику, либо, если книга без особенного, как бы, там, не знаю, сюжета, повествования и интриги, а вот такой скучный, чаще, опять же, нон-фикшен, его можно читать как справочник, то есть, там, условно говоря, там, сегодня тебе интересно, там, тема людоедства в блокаде, допустим, да, ты прочитал главу про людоедство Никита Ломагина, ты ее дочитываешь. Марат говорит, вятка-вятка, да, что никто не думает об областях, Марат демонстрирует, что он подписан на Кашин Плюс, спасибо, дорогой Марат, и спасибо за то, что вы есть, и здравствуйте, конечно, Марат. Гудбет Олег Скэн, здравствуйте, Олег, приветствую чат, тяжело все-таки нам, русским в Казахстане, казахи без разбора обвиняют в расшизме, только Осаян грозится деноцифицировать. В общем, белые пришли грабят, красные пришли грабят. Да, и Лев Лещин, как вам приехал, заводить карточку и ИНН, тоже человеку, сколько уже лет, 80, и он заслуженный, легендарный, и статусный, и даже ему приходится, значит, для преодоления проблем с банковскими делами, да, ехать в Казахстан и открывать там банковские счеты, это грустно, печально, но я не знаю, если я в Гудбет Олег Скэн прочитал между строк в вашем комментарии просьбу о совете, совет всегда простой, валите, мало ли что будет в странах, где меньше казахов и меньше русских. Снеслав Бышок, приветствую Олега Владимировича и всех криптоколониальных, и я приветствую Снеслава Бышка. Олег, бывает с вами такое, что вы просыпаетесь среди ночи и понимаете, что СВО идет по плану. Вы знаете, Снеслав, я на самом деле ночью, в общем, не просыпаюсь, я сплю не так много, но крепко. А также Снеслав Бышок, Лужок Калышков Кас, его отечество Израиль, помню такую надпись на заборе рядом с ботдомом, а я помню парк, где вот это, Царицыно, да, где отстроен, отстроен фейковый, да, фейковый дворец, который был недостроен и заброшенный много лет, а потом при Лужкове его как бы воссоздали, хотя никогда он не был в этом виде историческом. Там были стенды такие, знаете, муниципальные, типа вот там парк такой-то, там водится свиристель, ящерица, значит, и еж, и фотографии. Вот, и внизу маркером написано, так все было, а КАЦ все испортил. Это было еще при мэре Лужкове. Олег, вы готовы разжиться электромобилем-москвичем? Григорий Дубов? Нет, не готов. У Олега мечта карбюраторный электромобиль. И вы знаете, Марат, да, вы цитируете сегодняшнюю популярную шутку из Панорамы, по-моему, а я вот настолько далек от автомобилизма, что даже не могу над ней расхохотаться. Наверное, шутка в том, что электромобили ездят без карбюраторов, да, ну как бы вот не более того. Снеслав Бышок также говорит, кстати, впервые понравился стрим со Световым, до этого слушал, но казалось, что люди на разной волне. Светов надушно идеологизированный, Кашин на публицистической, а теперь как-то соединились волны. Снеслав, по-моему, это называется резонанс, да? Джей Ди, Олег, приветствую, они еще отрекламируют новый москвич, какой-нибудь песней Цоя, дальше действовать будем мы. С них станется, конечно, а Андрюша Крамеренко просто ставит две молнии и они похожи на символику, по-моему, СС, хотя, может быть, просто слишком много нацизма в нашей жизни. Популярнейший британский дайджест Кашин Плюс объявил об уходе с российского рынка все ранее написанные колонки будут национализированы на благотворительные нужды детей Донбасса. Нет, Андрюша, не дождетесь. Александр Назинцев, Олег Владимирович, наконец-то, алкострим, третий день, без вас его веду. Вы такой классный, так интересно рассказываете. Не думали писать колонки? Думал не писать как раз. Но подписывайтесь на Кашин Плюс, там все будет. Марат ставит смайлики и также Александр Назинцев говорит, что еще осилил три часа Гиркина в листве, Гиркина в листве и стрим с кем-то. Как думаете, его не трогают, потому что уже поздно, он слишком много наговорил или потому что он продвигает тему, что без Путина никак? Вот у него все говно, государство, элиты, война, но без Путина нам никак. Я говорил уже не раз, что в наше время вот восклицание «Ах, а почему его еще не убили?» всегда нуждается в оговорке, что еще пока не убили, а когда убьют, то вспомните этот свой комментарий и окститесь, как говорится. 28 рублей от Егора Кашковского традиционные фальшивые. 28 рублей, но мы ему благодарны, как и Марат говорит, спасибо за донат. Ваша поддержка для канала неоценима. Кстати говоря, кто уже подписан на Кашин Плюс или кто не хочет подписываться, можете знать же, знать, да и знать тоже и жать здесь кнопку с долларом или хотя бы просто лайк. Лайков при тысяче вьюеров, да, всего 181 лайк. Я понимаю, что я скучный дед, неинтересный, которого выручает только висящая за его спиной игрушка, но все же, если вы смотрите, лайкните, блин. Светлана Хромовская говорит, как ты считаешь, чем кончится конфликт Соловьева и моего города? Ну, с учетом формулы, произнесенной мной выше, что нужно ориентироваться на худшее, предлагаю ориентироваться на то, что конфликт Соловьева и твоего города закончится разрушением твоего города. Светлана Хромовская также говорит, хочу рубрику чтения вслух, а она уже была, правда, читали мы всякую ерунду. Светлана также Хромовская говорит, также хочу для тебя лайков, реблогов, кнопок доллара, пусть еще все подпишутся на Кашин Плюс и вообще всем здравствуйте, всех приветствую категорически, привет, Света. Кетри, Кетри, Кашин в комментах Репаблика повторил у подкастов в Твиттере украинцы сближают. Да я не сказал бы, что там особенно какие-то украинцы, там, я думаю, именно подписчики Репаблика и читатели всех остальных его авторов. Аркадиневский, вот мы смеемся, москвич, москвич, а ведь в 2012 выпускался в Ижевске 98-го года. Вы знаете, я опять же не специалист, хотя вот в этом аспекте мне это интересно. Легенда, по крайней мере, в том виде, в каком я слышал, гласит, что да, как бы, это самая либеральная, да, фракция в Политбюро закупала у итальянцев автозавод ФИАТ, а ястребиная фракция, собственно, Дмитрий Федорович Устинов сказал, что мы без западников можем сделать автозавод и, соответственно, вот в Ижевске якобы без абсолютного участия Запада силами военной промышленности организовали выпуск автомобилей «Москвич» на местном там механическом заводе. Вопрос, насколько это правда, насколько там действительно не было западных каких-то штук, потому что я слабо в это верю и на самом деле вот, ну там, про то, что загули восьмерку в Ладу 208, да, помогали делать инженеры Порше, как бы, да, это тоже вот не очень звучало и меня это в свое время поразило именно потому, что ладно бы там инженеры хотя бы Холлитсвагена, да, а тут Порше. И про КамАЗ нет ясности, а в КамАЗе кто участвовал? Вряд ли же сами все сделали. Вот интересно, а где-то почитать. Марат говорит, кто проживает на дне океана, Спанч, Боб, Сквиапенс. Вы знаете, Марат, мы недавно с Нилом смотрели полнометражных или нет короткометражных, по-моему, есть, да, губок Боба и меня отдельно поразил Киану Рипс в форме перекатиполя, который, соответственно, там, оказывается, снимался, я этого не знал. Звук, говорит Антоний Янов, и простите, это у меня, ничего страшного, все мы не без греха. Василий Плещев, Олег, здравствуйте, здравствуйте, Василий. Марат, видно в Перископ, дедуля. Перископ, это юзер-блогер Сергей Сигачев, известный специалист по транспортному искусству, и опять-таки, как полагается, людям его поколения в живом журнале Z-Камрад. Play Doh Idol, добрый вечер, Василий Плещев, уровень достоверности, а боссаная койка. Вот типа того, да, Юсупер, как же неудобно смотреть стрим без Ютуба премиум, а почему вы не можете без Ютуба премиум? Аркадиневский, а ведь Михаил Иванович именно москвич выиграл в лотерее, и всюду знаки, конечно же, Светлана Хромовская спрашивает, вступительную речь, по-моему, было 35 минут по времени. О, дияло, бабушка, красное знамя, знамя любви и счастья в каждой семье, в каждом городе, в каждой республике, наверное, абсурд абсурдов. Олег, на какой радиоволне у вас службка начнется ядерная волна? Война? Согласен хотя бы на атаку с флангов на дожди. Ну, какая радиоволна? Что вы говорите? Борис Медведев рад, что интеллигент висит на месте, пока не репрессировали. Ну, я думаю, она отвалится однажды, именно потому, что присоска, я по детству помню, соответственно, она имеет такие свойства. Плейду, айдол, нас ждут годы лютого кринжа, воссоздания всего на свете. Да, ну, они уже начались, эти годы. Ван Моржок, добрый вечер, ОВ, до Коли, у известной инстаблогерши Ксении Дукалис был мерч с надписью до Коли, очень эффектный, я хотел что-то такое себе, но уже, какой мерч, какой мерч. Василий Плещев, стримы ОВ надо смотреть на экране с диагональю минимум 1 метр, уделяя все внимание мудрым пассажам ОВ и умению ОВ или Ольщу себе, конечно, разговаривать так, даже иногда улыбаясь, чтобы не было видно отсутствующих верхних передних зубов. У меня сегодня просто приезжал, ну, скорее, незнакомый человек, там, брат моего товарища, привозил посылку с книгами, вот, из России, и как раз, вот, подходя к нему и ведя с ним беседу, я, поскольку редко соприкасаюсь с новыми людьми, значит, разговаривал, глядя ему в глаза, потом понял, что хочу отвести лицо и говорить в сторону, чтобы, как бы, не было, акцента на зубы, это действительно так же располагает комплексом. Стримовая, да, Шумбрат, говорит, ВР, я вас приветствую, абсурд абсурдов, вернее, на эхе, конечно же, эхо закрыли, вместо него радиоспутник, где вещает Егор Холмогоров и уже упомянутый выше писатель Эдуард Багиров. Софистикейтед Майнд, говорит, добрый вечер всем, кроме Елены Батурина, и я бы ее поприветствовал. Олег, вы согласны с тейком, что если бы Минаев ушел за скваль, это был бы достойный поступ, а так этот ПЖ, ну, как-то совсем не солидно и не серьезно. Как-то не задумывался в этом ключе, и я не помню, а помню, где я говорил, дают, бери, а бьют, беги, я думаю, здесь тот самый случай, от чего уходить, как бы, да, характерный, опять же, срач был вокруг Овсянниковой, да, добрый следователь Яшин ее защищал, а злые следователи Навальнистые ее мочили, да, и, соответственно, ну, казалось бы, это все-таки за эти три месяца, да, вообще уникальный человек, который в таком месте и так, и так резонансно выступил против войны, но он выступил против войны, опять же, без мандата от тех, кто, значит, все пытается монополизировать антипутинство, и, соответственно, поэтому он подлежит какой-то терминации, это как раз отдельная дикая история, то есть, вот, Джек, Джеки 2, здрасте, здрасте, Марат, говорит, мое искреннее приветствие повешенному вами вампиру Виталяну повесить у книжной полки мечта любого рожденного в СССР, ну, не знаю, насколько вы, Марат, мечтали повеситься на книжной полке, я не мечтал, Сергей Шишков, всем добрый день и удачного стрима, спасибо большое, Андрей Иваньков, добрый вечер, Олег, интересно, у Варламова тоже охранная грамота или какие-то покровители ВАП, я думаю, есть какие-то, как и у Собчак, как и у всех, но мы также понимаем, что у каждого покровительства есть какой-то финальный предел, за которым, ну, не знаю, придет генерал Беседа и скажет, никаких больше покровителей, как говорится, фульманолог Олег Положняк по Абхазии, не горят желанием они вступать, естественно, не горят, потому что идея абхазской государственности, хоть ее и придумала в нынешнем изводе КГБ, как я сегодня писал в Кашин Плюсе, но, по крайней мере, идея абхазской государственности, она многовековая и просто, как выше было сказано, попавшая в резонанс доктрины Лукьянова, поэтому, естественно, ни в какую Россию они вступать не хотели и не хотят, они захотят. Плэйду Айдол Олег Владимировича можно бодрящий троекратный удар по столу, а то сегодня как-то очень непросто. Конечно, Плэйду Айдол я призываю всех закрыть уши на 30 секунд, даже на 10 секунд три удара по столу. Хоп-хоп-хоп. Да, сейчас на самом деле не круто, если так, с размаху, потому что стол звенит. Как и Олег, вызывает ли у вас неприятие телеграм-канал Романа Супера? Да не вызывает неприятие, но интереса, если честно, не вызывает, но какой-то набор более-менее одинаковых писем. ССГС, интеллигент 60-ник выглядит как фамильяр на вашем плече, что делает вас, увы, интеллектуальным колдуном. Хотелось бы иногда быть интеллектуальным колдуном, конечно же, Тудео 69, Олег, мало кто поднимает такую тему, что западные компании это еще и культура менеджмента отношения к людям, российские компании таким не могут похвастаться. Да, есть абсолютно, как бы что называется, лабораторный пример превращения ТНК, БП, уже безо всякой БП. И действительно, вот то, что там культивировалось на протяжении многих лет, да, западная культура менеджмента, в итоге, там, не знаю, буквально за часы, да, сменилась старая, добрая, там, не знаю, КГБшно-крепкохозяйственная культура, и, собственно, получилась обычная российская компания. Алекс Деларш-Ильин, фильм «Алея страха» отличный, как вы поняли, для тетки главный герой был пешкой, а мстила она богатому деду? Не думаю. Донор Ветер, привет, Олег, вопрос такой, Кириенко, как кризисное управление со стажем, с опытом управляемого обрушения, уже потенциальный преемник. Вы знаете, я не удивлюсь, не в смысле, что он преемник, и Путин его выбрал, а в смысле, что на фоне всех других современников, включая самого Владимира Путина, и Ходорковский, и сюда же, и Гайдар Чубайс, как бы все, и Немцов, естественно, абсолютно все, 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 и Сечин, Кириенко уникален, да, вот именно этой своей настолько зигзагообразной карьерой, причем всегда успешной, то есть, извините, и первый секретарь обкома комсомола, это как бы круто, там, в его 25 лет, да, допустим, и премьер-министр в неполные 30, да, или там, в 30 с небольшим, 30 с небольшим, конечно, вот, ну и все такое, я не удивлюсь, если, опять же, на руинах вдруг президентом России окажется Сергей Кириенко. Сергей Празиан приветствует Густапсовых и, наконец-то, Лосинлайн послушает, спасибо, Марат и прокладки барыни от КС Обчак, вот этот даже я покупал, да, естественно, и вставлять вместо стелек, говорили, в моей юности очень удобно. Тим Валиев, привет, Олег, отчат, послушал русский репортер, покупал его года полтора в довесок к афиши, буквально на сдачу, нереально дешевый, кроме крутых фотороботств у них нечего, такая пустышка. Фотослужба там была лучшая в стране, это правда, это Юрий Козырев, но это опять-таки, опять-таки, Олег Петров, Олег, добрый вечер, кто такой Алексей Полоротов, понятно, что какой-то журналист, но почему его так много в околоанархистских каналах, это известнейший и более-менее выдающийся журналист, работающий у пресловутой Ксении Собчак. Что касается присутствия в околоанархистских каналах, я не знаю, кстати говоря, был ли этот тренд в 90-е, может быть и был, но поскольку каждый считает себя попом земли, я вот как раз сейчас чуть было не сказал без такого предуведомления, что мне кажется, этот тренд зарождался на моих глазах, когда вот появляются какие-то активисты, там, которые устраивают, там, плюс-минус акции прямого действия, и они, соответственно, вот регулярно контактируют с журналистами и обнаруживают, да, что вот там я приковываюсь с наручниками к какому-нибудь мосту и вешу на нем два часа, и получаю только удары дубинкой полицейской, а вот этот мудила, который стоит с камерой напротив меня, не получает ударов, а получает какую-то более-менее приличную зарплату, и перетекание активистов в прессу, которая, ну, мне реально кажется, что она началась в нулевые на моих глазах, собственно, оно привело к тому, что Алексей Поларотов, который тогда, я думаю, еще не родился в те годы, в итоге, также сделался известным, уважаемым журналистом. 90-ти вверх, привет, ОВ, недавно у Монгайта выпинули какую-то историю, мол, ее сын просил деньги на бесплатные завтраки, что за роверс и роверс, расскажите, пожалуйста. А я вот ровно это и рассказал, одна фраза, просто смысл в том, что эта история стала мемом в определенных кругах, и даже, я помню, каких-то твиттерских с никнеймом Мотя Монгайт, но имел я в виду ровно другое, да, что вот для тех, кто Монгайт не смотрит, да, она мем, она источник какого-то, как вы говорите правильно, совершенно рофла, вот и со мной так, люди не читают, но представление имеют. И да, как бы прокручивая, это самый, наверное, провал, да, когда там уже спустя какое-то время после разговора, ты его задним числом пытаешься, надо было сказать вот так, надо было как-то почетче сказать или хотя бы заменить историю про ребенка, которая для людей в стандартах в среднем, да, она болезненная при любом упоминании, да, при любом контексте, вот, ну, надо было что-то более нейтральное заменить. Васи-Баси приветствует нас и говорит, что очаковские стеклоочистители это же как наш стор, не конкурент Гугу и не конкурент Кока-Коле, типа показать ядерному электорату, что мы же можем, свое посклонное какое-то лидерство. Именно, 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 Василий Плещев, Магда Канл, жареная курица товарища Троцкого, наше все, как говорится, вы находитесь здесь, да, Артеодора, жесткий уход скандинавских компаний с рынка и вступление Швеции и Финляндии в НАТО англичанка гадит. Ну, наверняка, учитывая давние связи, как называется, этих стран. Но, тем не менее, интересно, я верю в согласие с Татьяной Становой, которая пишет, что да, удивительно, на самом деле, да, у Путина нет проблемы, что Финляндия вступает в НАТО, но, как бы, это и так Запад, никак вообще ничего не меняется, какая разница, НАТО это или не НАТО. У Путина отношение к НАТО равно такое, что НАТО не имеет права заходить на территорию бывшего Советского Союза. Евгений Нечаев, говорят, Хемингуэй, работая тогда в Фарбсе, сочинил самый короткий и трогательный рассказ про подорожание бумаги. Да, да, да. Димаш уже видел в магните клоны импортных газировок, но за то, что они были именно от Отчакова, не поручусь. Так вот, именно, да, их, естественно, будет много, они, естественно, будут все плюс-минус одинаковые и все плюс-минус плохие. А нишу главного напитка, да, не помню, Пепси ушло или нет, займет в итоге, там, не знаю, Байкал, условно говоря, который также, мы имеем в виду, это не бренд, это как бы вкус, рецептура, поэтому и Байкалов будет много, ну, в общем. Сергей Ярошенко, что думаете про Красовского? Он таким стал из-за денег, из-за страха, или он таким и был, просто притворялся? Я думаю, из-за болезни, прежде всего, да, и все остальное производное от нее. Василий Плещев, похуй на Украину от расширения НАТО, хоть кайфаните, это да, 2 евро Дмитрия Яковлева и пояснение, извините, поднаехал, слушайте, Дмитрий, если бы все поднаезжали, как вы, мы бы жили абсолютно, знаете, на картинке из журнала Старожевая башня, когда все цветет, лев с Агнесом лежит, да, и все в белых одеждах и босиком. Клонов Кола и раньше, хватало их в Америке, хватает именно, именно, именно Колос, то есть нет как бы проблемы, а есть проблема некритического восприятия пресс-релизов российской прессы. Марат, говорит, что Дмитрий Яковлев неожиданно для себя вступил в НАТО и улыбается нам Марат, и мы улыбаемся Марату в ответ, не показывая зубов. Алексей Лаптев, Бу напугал, отправь своим друзьям, напугай, да. Марат, Хершекола, вкус победы, да, да, мы помним эту рекламу, но Хершекола надо отдать должное, я ни разу в жизни не пробовал и по-моему даже не видел. Краш был напиток, по-моему, той же компании, не знаю какой, вот Краш был, и нет, вряд ли, потому что Краш я и в магазинах сейчас даже вижу, если я ничего не путаю. Знаете, да, еще есть такой напиток Инка-Кола в Латинской Америке, да, что типа вот Кока-Кола это напиток Гринго, мы типа, мы гордые индейцы, там, мы всякие-то самые, да, мы его пить не будем, у нас есть своя Инка-Кола, которая, естественно, производит та же компания Кока-Кола. Донор Ветер говорит, сплошь и рядом, многие не ощущают праздника жизни, ваши стримы добавляют уюта в этот мрачняк, спасибо. Да, и если, давайте скажем тоже, если там по итогу всего мой гугл-аккаунт будет заблокирован, наверное, встречаемся в Телеграме, на Телеграм-канале Кашенгуру, одно слово с маленькой буквы. Дмитрий Яковлев, так-то самое важное для России, мир, православие и рыночная экономика, остальное приложится. Да, Артеодор, Олег Андрей, прям говноед, просто в свое время мне молодому момент истины казался Кринджон. Да, конечно, он и был Кринджон всегда, не знаю, насколько вы молодой, но как раз Андрей Караулов, он просто чем славен, чем заслуживает место в истории, что программа момент истины была буквально первой, которая стала делать постсоветская Россия в 92-м году пропаганду или не пропаганду, а информационные войны на основании документика, оказавшегося в распоряжении редакции. То есть позволять себя использовать спецслужбам для манипуляций. Постерон, здравствуйте, на нашу бабушку из Тюза украинцы ответили той же бабушкой, но из украинского Тюза. Да, 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 как и выше было сказано, Руслан Казаков, так с белыми флагами они выходили уже, когда мирных эвакуировали, так что можно лишь поразиться рыбьей памяти зэшников. Ну, и читателей тоже, включая меня. Морс 436, я против возвращения тех, кто ушел из-за моды на русофобию, Мак, Дак и Кока-Кола вообще не нужны. Ну, нужны, нужны. Дровосек 24, если Собянин сделает недорогой универсал для дачников, шалманщиков, челноков, его будут брать, а дизайн вся трехамудия это ерунда. Можно даже на базе иранских машин сделать что-то трудобоваримое. Да, и я сегодня где-то уже видел ссылку, там трехлетней давности, как Ростех, на базе, собственно, завода Калашников, это, собственно, завод ИШ, исторический, делает электромобиль, то есть, как бы, двигатель есть, кузова пока нет, поэтому они, как бы, показывали эту машину на двигатель, поставленный на кузов вот того ИЖа, который мы все помним по детству, он без фар, без дверей, как бы, вот именно просто электромобиль, посмотрите, и там довольно трогательно все выглядит. Вова Шифер говорит, здравствуйте, Вэ вспомнил ваше выражение, когда у вас закончились деньги на карте, и вы не смогли продлить подписку на ящик пива. Сосите пиводелы гребаные. Не, ну, вы знаете, на самом деле, конечно, когда там ты что-то хочешь купить, а тебе организация предлагает подписку, которую там довольно трудно отменить, то, конечно, это вызывает протест. По итогу, да, по итогу начала войны, по итогу санкций, вот у меня закончилась подписка на это пиво, и слава богу. Кремский русофоб, а зоб герои, мужики героям слава. Хорошо, Кремский русофоб. Вова Рязанов, Добрый вечер, Олег Владимирович, Виталий Манский, Усобчак, желает поражения России, разделяет коллективную ответственность и приветствует культуру отмены в рамках БЛМ-повестки. Этот пакет станет обязательным, да, он станет обязательным, конечно же. Эхо Вашингтона, рецепт Кока-Колы и Пепси-Колы известен, повторить под новым брендом как два пальца. Попробуйте. Типа там, два стакана сахара, типа, что там еще? Водички. Опа, Мишустин отменил присуждение Рима Сатумина с премией правительства области культуры в 21-й год. Ого, это действительно прецедент, не видел, круто. Life with Trip. Расти, Олег, какое у Вас отношение к распаду СССР? Вы говорите, что в СССР ничего хорошего не было, но при этом отрицательно относитесь к Беловежским соглашениям, которые мирно закончили союз. Как они его закончили мирно, мы наблюдаем прямо сейчас на территории Украины. Вот Вам и ответ. Про Макдональдс и Узернэйма еще забывает один прикладной факт, который делает жизненно зримо менее удобным. Макдональдс это в первую очередь пардон сеть бесплатных чистых туалетов. Передвижения стали менее комфортными. Не, ну если представить, я не знаю, правда, в Донмаке туалеты чистые или уже как бы срут в писсуары. Инферус Хистра смотрит 700 человек, лайков в 10 раз меньше. Удивительно, контент первоклассный. Но в этом и есть как бы справедливость или несправедливость в нашей жизни. Сергей Петрин, приветствую Олег, помяните в своем полоротов, пишет, что ходил к нам с буллом в бункер. Да. Сергей Петрин, приветствую Олег, помяните сегодня в стриме, что сегодня 40 дней со дня гибели гвардии капитана Хроменкова Вадима, командира роты разведчиков, погибшего на Украине в 90-го года рождения моего дальнего родственника. 40 дней, царствие небесное. Сергей Прозян, Олег Владимирович, а в случае каких-то тектонических некровавых изменений в России, вы подумаете о том, чтобы вернуться. Ну, опять-таки, я просто вот что вижу перед собой, если там что-то к власти придет Леонид Волков или что? Дровосек-2014, безмогонцев вполне можно жить, он нужен, если только оказался где-то в центре Москвы и срочно вдруг захотел ожрать. Денег мало, постоянно... Дорогой Алексей, я и с вами не общаюсь во время стрима, пожалуйста, ну, неужели трудно выучить? В 9 вечера не надо мне писать десятки сообщений, пожалуйста, я вас очень люблю, но... Отношения позволяют. Дровосек-2014, да, без Макдональдса. Нет войне, Сергей Петрин, Владимир Калинин, Олег, привет. В этом году все говорят, что выборы в России или будут или нет. Понимаю, что срать, но за какую партию предложите вы. Ну, даже не срать, а я не знаю, как это правильно назвать. Какие выборы, Владимир, о чем вы? И вам это зачем? Вы муниципальный депутат же, да? Хорошо вам это. Марат говорит, ставьте лайки, ставьте лайки. Алла Ващев, так вещает, что мы лайкать не успеваем. Где лайки? Поставлю 10. Спасибо, спасибо, спасибо. Владислав, смотрели ли вы французский вестник? Так и не посмотрел. Хочу до сих пор. Я думаю, сейчас это проще, потому что фильм уже не новый. Да. Соловей сказал, что похороны Путина в ноябреях и Вашингтона. Путин простудится на много чьих похоронах. Голос, как у Ларина, 20.40. Святослав грустный, пишет, какой бред, Рашка Мордор. Хуй, Йордор, Святослав. Плейду Айдол. Мы со своими миллионами не знаем, что делать, куда же еще пару миллионов. Иван Никитин в России, два союзника, армия и Такер Карлсон. Да. Инвизибл Дог, Олег Владимирович, на одном из старых стримов, Диэк говорил, что был бы не против пообщаться с вами, было бы интересно, если бы получилось с ним связаться. Я на каком-то этапе пытался, вот да, среагировать на эту самую, на эту идею, как-то не нашел никакого особенного энтузиазма и забыл. Овы, а что за украинский фильм такой, оккупант не гуглится, я думаю, через сайт Украинской правды, потому что это их производство, его можно найти, он на Ютубе был, по крайней мере, может быть, в России заблокированный, не знаю. Оккупант с одной буквой К, это важно. Артеодор. А у Зимина, Олег Владимирович, у Зимина в цикле Плорофилби есть щепотка Дега? Разумеется, разумеется, конечно же, конечно же. Кингустири. Добрый вечер, Олег Владимирович, слышу зов менять, а зов, да, ну, очевидно, в итоге их обменяют на российских пленных, и опять-таки загадка, а почему так, кто вот за всем этим стоит? Марат, это, конечно, важно, но что вы говорите, но Олег Владимирович, не обману, если скажу, что у вас лысина стала зарастать волосами, это ли не чудо? Вы знаете, Марат, однажды, Дуркмен Баши, он был седой на момент прихода к власти, однажды волосы почернели у него, и тоже объявили, что это чудо. Юзер Безернейма говорит также, удивительно вообще, что на Западе мало звучала эта риторика, да, газ уголем нужен, который даже к своим от зубов отскакивал, вообще никто не подвергался мне реваншизм и прочие делогемы, да, просто вот, ну, такой цинизм кажется запредельным, поэтому невозможным, а нет. Норвен, дед, здрасте, я под вас вчера так уютно засыпал, а потом вы кашлянули, я обосрался, а вы, наверное, смотрели старое что-нибудь, да? Копирайтер нас приветствует и говорит шалом, здравствуйте, дорогой копирайтер, Марат говорит, у моего деда тоже стали волосы расти неожиданно, оказалось все из-за того, что он втирал какую-то дичь, хорошо? Морс 436, а цель военной до сих пор не ясна, уничтожение, разделение славян, Россию, Украину, ничего нового, плюс множество попутных целей, да, 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 инвизибл док, мне кажется, в Европе над Украиной просто издеваются, нефтяной эмбарго блокирует Венгрия, которая 2% населения, 1% ВВП ЕС, хвост виляет собакой, ага, ну, Венгрия, действительно, она немножко отстоит от Европы, Ким Густырь, в статье Анина же, вообще ничего нового, какие-то застольные беседы, срущих прицеп пенсионеров и ноль новой информации, каналы слева под колпаком, так мы же любим срущих прицеп пенсионеров, Алдер Трин, Нихт Шпацерин, Нихт Капитолирин, хорошо, Михаил Салтыков Щедрин, Кашин Наш Платон, хорошо, Плейду Айдол, кому приносить извинения, чтобы выписать из списка, так Волков уже, да, и это нет прямой гарантии, то есть, вот на примере Никиты Могутина, который, ну, также, да, посмотрите, на него сейчас, он уже из базы ушел, все на свете, типа, вот, иди, Никита Могутин, пройди процедуру унижения, да, и, соответственно, после этого мы подумаем, что с тобой делать, Егор Галенко, пузырный опыт Деда Олега, ну, хочет, хочет, Свесипов, оккупант, хорошее кино, именно в конце, там видно, собственно, как дурачок воевал, а воевал он предсказуемо никак, вот, для того и снимается кино, чтобы вы делали выводы, Токсик Дюк, касательно напитков очаковских, не концепт, я буквально сегодня купил потрашечку стрита, который, как исправит, на вкус, как банальный колокольчик, да, Токсик Дюк, речь идет о банальном колокольчике, Эндрю Ольшанский, совсем лунарный стал, это да, Илья Мальсов, Олег, как относитесь к В. Манскому, у Собчак, он сказал, что желать поражения России, это правильно, что будет по факту этим поражением, как считаете, спасибо, ну, видимо, падение Москвы, наверное, отношусь к Виталию Манскому, как к гениальному кинорежиссеру, из того, что люди бывают гениальными художниками, не следуют их правота, в высказываниях на, общественно-политические, или, скажем, бытовые и житейские темы, и, собственно, вот, что советую иметь в виду, про Виталия Манского у меня рассказывал, люблю рассказывать эту историю, у меня есть история, как из Петербурга уносили, увозили на буксире крейсер «Аврора» на ремонт, и горожане, и гости города вышли, соответственно, на набережную смотреть, а Виталий Манский мне говорит, Олег, я режиссер, я знаю, где будет лучший ракурс, пойдем к Петропавловской крепости на пляж, пошли к Петропавловской крепости на пляж, в итоге «Аврору» тащат строго на другом дальнем берегу, а телефоны тогда еще были с плохим зумом, плюс солнце светит на нас, в итоге фотографий крейсера «Аврора» у меня нет. Милов был в Донмаке 30 декабря, там очень-очень дорого для наших зарплата, две колы, 0,4 гранд-тесте, 800 рублей вышло, ну военкоры ходят, кушают, нормально, да? На наблюдателя Дагестана, Альшанского так не надо, токсик дюк, к слову, история действительно чисто пиаристская, ибо сложно найти хоть одну контору газированных вод, которые не делали свою колу, свою спрай, свою фанту, также у Очакова есть кул кола «Азиро», у которой этикетка красно-черная, разделенная на две равные части, то есть флаг правого сектора. Мария Фомина, навальнисты, которым до войны я сочувствовала, превратились в необольшевиков, но они и были необольшевиками, естественно. Марат, какие-то недобрые вести, вы нам озвучили понедельник, дорогой Сир. Марат, я всегда озвучиваю справедливые вести. Наблюдатель Дагестана, вообще ставлю к экспрессору, и правильно было бы мобилизовать. Марат, давайте хоть за наших на Евровидении порадуемся тогда. Татары на каком месте? Анаруто, он настолько гений, что вот я абсолютно не могу его читать. Вот, ну, в смысле, на любителя, на большого, и, может быть, даже на филолога профессионального. Алексей Волков, не мотай так башкой. Если не мотать башкой, он больше встречает по столу, это раз, во-вторых, у нас и так спецэффектов-то особенных и нет, да? Поэтому, что делать? Максимум Йоба говорит, всем привет, угощайтесь конфетками в честь моего 32-летия! Дорогой Максимум Йоба, с днём рождения, с днём рождения, дорогой Максимум Йоба, талисман наш и уши чата. Евгений Нечаев, рассказ про бумагу и форс, нервно курив сторонки на фоне трогательности вашей продательной подборки статей. Ну, я понимаю кримсоставляющую, я отдаю себе в этом отчёт. Собственно, знаете, всегда есть лёгкий способ, никогда не работающий, да, спрятаться за маску иронии. Вот заголовок «Моя маленькая Кашиниана», отсылающий к подборке цитат Владимира Ленина от Венечки Ерофеева, вот типа это я вот так понарошку. Нет, никакой не понарошку, на самом деле серьёзная как раз вот это ощущение, опять же, радиации, да, когда ты один понимаешь, что серьёзно, вот, тут царит праздник. Мария Фомина, российские интеллигенты, посылающие поздравления Микадо после Цусимы, это уже не новость, больше ста лет, это клеветан интеллигентов, вот никто не видел эти телеграммы. Грембатон, как вам, Миша Елизаров, люблю вас, Олег, вы знаете, мою статью Соловировской души, к сожалению, удалили из кэша гугла, поэтому её больше нет нигде. Егор Карабаев, Олег, вы же понимаете, что вы называете Азов героями, но они бы убили любого в этом чате по приколу, не понимаю, если честно, или понимаю, но в том духе, что в этом они не отличаются ни от российского мента, ни много от кого, опять же, не в смысле персоналей, да, а сословно в Российской Федерации, поэтому считать это эксклюзивным свойством не вижу оснований. Либерская, когда стрим Маргос, Маргос Симонян, я надеюсь, Йоба, да, 1791-2022, да, Артеодор, Элег, вы видели, какой контент делает Бочарик из ОСП-студии, ну я знаю, что говноедский, но я его не смотрю, Морс 436, включил сегодня канал РБК, он раньше был когда-то интересен, было уничтожено, столько националистов, выключил и понял, что до сих пор ещё не уничтожен, пока, пока, не забывайте говорить пока. Гран-Фир, мог ли Путин поступить умно после признания ЛДНР нагнать туда добровольцев, правосурия обстелы, тряся трупами, тревять новых Минских и потом зачифрагастину в ПСУ на юг, взять Киев за 4 дня, не мог Владимир Путин поступить умно, точка невозврата пройдена, на этой ноте чат улетел, но мы его яростно отматываем, постараемся вложиться в полтора часа, и у нас ещё есть около 20 минут, Марат говорит, а может военкоматы поджигают те, кому там не заслуженно нахамили, мы тебя его туда не посылали, может быть, может быть, а может быть, сами кто не заслуженно нахамил, заодно сжигают свое место работы, Марат, месть войнод, как вы говорите, да, Сергей Шишков, ФБК некомпетентные, недалекие люди под чьим-то чужим влиянием, или они, манипулируя своей российской территорией, хотят той же власти, что сейчас у Путина, да, разумеется, постарован, да, Юлия Ельяновича с днём рождения, да, Путин всю жизнь положил на дискредитацию Украины, вопрос, нахуя, загадочная русская душа, Святослав грустный, и Путин положил всю свою жизнь ни за что, как говорится, Марат, как вам версия, что у Шевчука родина у родина, это Украина, краина, версия заслуживает обсуждения, Владимир Лут, там же церковь, на месте детского сада, когда был в Светлогорске, рассказывали о катастрофе, слушайте, а вы думали, в 72 году церковь построили, мы понимаем, да, что построили, ее там, я уже уехал из Калининграда, наверное, Антони Ян, Западно-Сибирская конфедерация, Янао и Хмао, да, табличка памятная, там без указания, собственно, предмета события, ну, это как бы понятно, что уже не замалчивают, просто на уровне рефлекса, да, просто, типа, трагедия, да, жалко, что на Карлском море пляж не очень, ну, слушайте, сделают теплицу, Калас Олег не удержался, завел свою любимую музыкальную шкатулку про отпад Татарстана, Хмао Янао, куда они сбегут с подводной лодки, Олег, скажите, почему ДВР-20 не отпала на совсем, потому что, собственно, так получилось исторически, а почему Казахстан в 91 году отпал, казалось бы, да, буквально под брюшье, да, тыл, сердце Советского Союза, но, почему-то отпал, Артеодор, знакомый, поехал по контракту в начале апреля, на Пасху получил ранение под Попасной, рассказывает, что, ребят, жестко на ее, с выплатами, в том числе по ранениям, ну, КМБУ, Роман, белый националист, только что убили 11 человек в Америке, чем ответит БЛМ, я не БЛМ, я не знаю, Калас, вот что удивляет, почему в Калининграде евростремительных настроений нет в народе, в моей юности были, боятся на самом деле, они же преследуются эти настроения, Юлия Никифорова, Олег, почему вы сказали, что все, что говорит банкир Пугачев, надо делить надвое, потому что в проверяемой части его рассказов слишком много выдумки и преувеличений, Марат, при татарах страна выросла у ГУГО, налог был маленький, и порядка было больше, а крепостного права не было, я, Марат, вам посвятил заголовок сегодняшнего стрима, Люпилюф, Путелра, Гитлер, да, Антония, независимость Торсан, без выхода к морю, или госграницы, как-то сложно представить, да, ну, хорошо, Марат, в смысле, там, не знаю, Монголия у нас есть, да, там, что у нас еще есть, Чехословакия, без выхода к морю, Максимум Йоба, кстати, а госграниц вообще не проблема, Максимум Йоба, может, я оптимист, я не верю, что что-то отвалится от РФ, кроме Тувы и ДР регионов, где русских меньше 30%, то есть Тувы и Северного Кавказа, да, это правильно, Анна Клюева, почему Украина не объявляет войну России, войну объявлять нельзя, кто-то объяснял, что как раз, создание ООН, да, там, как бы, допускает состояние войны, но налагает на него такие, как бы, ограничения, в смысле, кто объявил войну, тот вообще, как бы, уже формальный изгой, даже в рамках ООН, поэтому все войны, которые были после 45-го года, это не войны, а, там, где-то столкновения, да, где-то операция принуждения к миру, где-то еще что-то, где-то революция, собственно, в Кувете, да, когда его захватывал Саддан, да, это была революция. Грин Гоблин, после сегодняшнего выступления Луки при принимании опыта Китая в инфобезопасности, размечтался, нашелся бы где-нибудь в Прибалтике меценат с транслятором и желанием приправлять в Россию короткими волнами лучшие стримы в жанре. Ой, зачем им это, любому меценату, нету идеологической составляющей, которая может быть кому-нибудь выгодна в наших стримах. Марат, предлагаю выдвинуть Марата в преемники Путина, погуляю, хорошо, Алтрин, отвалится все, это будет спасением для Центральной России с ее идеальными лесными водными ресурсами. И вокок, при каких условиях прийти в Россию, не знаю, ель красава, а почему Азов решил сдаться, не специалист по Азову, роман 34 в Центральной России, ничего кроме грибов и ягод, но и церкви еще тогда. Анна Клюева, кушать хотят, так, все хотят, я тоже хочу, олень топовый, напоминаю, что жизнь без татарина, как космос без Гагарина, как гласит марсианская поговорка, незваный гость, хуже Гагарина, Марат, ребята, поддержите деда, он же лучше щенка. Смотря как, Ягуар, всем привет, лайкнул, какая разгадка перевала Дятлова, конфликт спецслужб и убийство силами ЦРУ. Кэт Леонова, кто самый человечный человек в Кремле, я думаю, Антон Вайна, потому что он эстонец, Кулас Ленин, роман татар, последний раз видел в 13-м году, Арата и Рустама, я только Марата вижу, а другого, кстати говоря, у меня есть почти родственник по имени Марат Татарин. Татарин. Алтрин, в центре России есть все, в территории населения, предприятия, черноземы, леса и реки, выходы к морям и транзитам, газ и нефть, хорошо. Дим Кост, добрый вечер, Академич, знакомы ли вы с родственниками водолазки, на авиатре Лавры Дреф, всего наилучшего, желаем Гринбурга, да, читал, не тронул, в смысле прикольно, дочитал, но пересчитывать нет желания совсем. Токсик Дюк, отапливание батареи, это же буквально перерождение запрета форса, горячей воды, что это запрет форса, Юпитер Генуус, не западный, теперь восточный, мимо Крокодил 3, английский гонщик, Тони Ланфранки, на 14-й Москве, становился чемпионом в кольцевых гонках, в начале 70-х, и об этом есть известный клип, Робби Вильямса, Вокок, КамАЗ на Зиле разрабатывали, да, целиком полностью, Роман 3-4, Альтрин, из-за санкций, на территории ничего не сделаешь, хотя летом в стране России очень красиво клубнику выращивать, ягуар, к москвичу отношусь с теплотой, в детстве у тебя был оранжевый, звук ни с чем не спутаешь, у меня у друга деда был оранжевый москвич, а может быть даже и Иж как раз, на котором он возил нас в аэропорт, когда последний раз приехали, уже он не мог возить, потому что типа старый, типа под 90, руки трясутся, вот я тогда, мне было 12, я тогда понял, что детство закончилось именно, тоже вот я говорил, да, что я чаще реагирую на отражения, нежели на какие-то события, вот да, сейчас задумался, я понял, что детство кончилось, когда старики, сопровождавшие меня в детстве, он вскоре умер, стали умирать, санкции, естественно, снимут, говорит, Алтрин, нет, электромосквич, ЗИЛ, это завод имени Сталина, вы знаете, вот советский, явно брежневских времен, или хрущевский, логотип ЗИЛа, где вот, собственно, вот такая ЗЭ с длинным нижним хвостиком, и очень уродливая ЛЭ, а сам он красивый по себе, да, и мне кажется, что его рисовали там в 70-е, в расчете на возвращение бренда ЗИЛ. Очень лето, Василий Плещев, очень лестно, что Олег Андреевич, мою фамилию начал произносить с первого раза, это была такая нашистка, Ирина Плещева, директор ныне российского движения школьников, и жена известного этого самого политолога Дмитрия Абзалова. Александр Третий, Олег, каким прибалтом вы больше всего симпатизируете? А с том сам, 14-й москвич, ураля места занимал, да, Алексей Археоникс Васев, не знаю, как было раньше, но сегодня Паршев входит в группу Фольксвагена, но все равно как бы заводы разные, инженеры разные, да, электромосквич, электроуаз, русский без зубов, это классика, да, Лингстагом, Олег, переживали ли вы, что если родится дочка, то у него будет отчество Олеговна, в детстве, естественно, все об этом шутили, думали, Рамиль, может споем, чатам умеет роляк, как же тебе повезло, моей невесте, это к моему посту о том, что все поют, как же тебе повезло, и облака в небе спрятались. В нам хламоборку втюхивали, как русского мыслителя, не передумали, а от меня это не зависит, он по факту есть русский мыслитель, сделавший выбор в пользу зла, так бывает, да, естественно. Люпилов, какой у вас покровитель небесный, топитеги, Олег, добрый день, ожидали, что Кашин плюс так стильный, отличный проект, да, мне нравится, я ожидал, что будет хуже, но сейчас, естественно, такое, знаете, чувство, а что так медленно растет, да, давайте уже к 2000 приближаться, серьезно, если у вас есть, например, эти люди, которые любят читать про политику, да, рекомендуйте им, Кашин плюс, ну и, собственно, 5 евро в месяц, это мало. Тут шутка про коридор Фландерса, да, Марат, хотел бы, чтобы мой призрак члел с ночами по английскому замку, вот бы повеселился. Вау-ва, Олег, может во всем ковид виноват, не ковид, а интернет, диванные войска, популизм, это все, научимся жить в новой коммуникативной среде, где каждый шизик высказывает, что они хорошо, как раз показывает несостоятельность любых игр с героями, да, то есть, если бы бабушка, да, возникла, там, во Вторую мировую войну, в такой же абсолютно диспозиции, да, украинское село, там, типа, пришли эти, пришли эти, ушли эти, вот, но не было бы медиа, была бы только газета «Правда» или там биобавтер с той стороны, ну и радио, то, естественно, окей, даже если немецкая пресса пишет, а бабка-то на самом деле за нас, а советская пишет, да здравствует бабка, никто бы даже и не знал, да, что есть такая коллизия. Василий Плещев, покрыть ОВ, аудитория мудрого скрометного чата, тоже верно, но, да, и подписчики Кашин Плюс, випера, некоторые представители Польши предлагают деметализировать Калининград, есть опасность для Калининграда со стороны Варшавы, интересно ваше мнение, некоторые представители, это одиозные, бывшие замминистра обороны, я также писал в колонке, что скорее представляю себе, окей, поддержанный условно Евросоюзом или даже Британии, независимый Калининград, но не территориальные претензии и посягательства. Не знаю, что должно пойти в хайлайт, и заводы целиком покупали, что военные, что гражданские, спасибо штатам, нет, ну, подождите, покупали целиком в 30-е годы, в 70-е было чуть сложнее. МОРС-406 просто говорит огромное спасибо за все, спасибо вам. Артем Савченко вернул, или не Савченко, Савч, вернувшихся из Вагнистана называли афганцами, значит, вернувшихся из Украины станут называть украинцами, а чеченцами не пошло, потому что чеченцы есть чеченцы. ДНС, Олег, если бы вроде продать имеющийся номер русской жизни, будут желающие на покупку, обязательно. Владимир Путин, Олег, простите, я все просал. Ничего, Владимир, Бог простит. Хе-хе, говорит Марат, Путин, нажми на кнопку с лайком, не с хояйком. Хорошо. Является ли теперь война просто карательной операцией? Разрушается вся индустрия Украины и сами украинцы доводят состояние. Может быть, теперь эта цель довести до Палестина? А я говорил о карательной операции еще в самом начале. Марат говорит, что скоро у нашего тракториста половые отношения. Марат, вы отстали, вернее, я отстал. Алтри, Налек, можно ли и почему нельзя создать прекрасную Россию будущего строго в Раницах от Белгорода до Нижнего Новгорода, от Мурманска до Сочи? Без вот этого всего коррупция и гибни. Я не знаю. Марат, спасибо, знатное хулиганство. Квас, только квас, но Байкал тоже вкусный, а копии говняные? Да, 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 всегда оригинал лучше. Настя Казакова, добрый вечер, зашла просто лайк поставить. Сил слушать нет, ухи от новостей отвалились. Вукок, бессветная кола, как для Жукова. Также подозреваю, что это абсолютно какая-то игра маркетологов и пиарщиков, дошедшая до Википедии, похожая на историю про Евгения Петрова, да, и коллекционирование писем из ниоткуда, если знаете. Роман Ракех, добрый вечер, Олег, грубый вопрос, присматривал разговор с Калуум и снова задумался, нормально ли для русского националист не произношение звука R. Стандартный русский интеллигент с досоветским опытом очень часто не произносил букву R, это считалось аристократизмом. Амарат, ребята, лимонад, ситро, буратино холодный, по Харду Швеп, Синди Лемонгранат, я магистр газировок с 40-летним стажем, верьте мне, самый вкусный лимонад на розлив, хз, что за магия, самый вкусный лимонад грузинский, ужасно, Аутрин, есть российская сеть Chicken House, хорошо, Вукок, самый вкусный лимонад, лимонад за чужой счет, хорошо, Пивоваров сдувается, а он надувался, Марат Алексей, дорогой друг, если будешь писать во время стрима, к вам подъедет Виталик, Владислав, в последнее время такое чувство, что дух Громпов сиделся в свет, а он передвигает самый настоящий РЛМ, мол, русские самые пострадавшие ни за что не отвечают, но русские есть самые пострадавшие, да, Гранатовый Швеп, Стоп, Марат, Швеп, Сехинина, всякая лекарственная штука, полезна, Артем Исаикин, Ижевский автозавод и Ижмаш, два распредприятия, да, но почему-то электромобиль показывал концепт калашников, то есть, может быть, их объединили, не знаю, Гукок доктор Попов предлагал комаров втирать в лысину, да, со звуком, а что со звуком-то, что со звуком, пошел Ларистович слушать, так, Артеодор, Олег, как вам кринж, третий Дельман, про Николая Второго, да, соцсети показывают, да, ну, живешь, зная, да, что мама Митерешковского какая-то выдающаяся участина своей истории, окей, ну, как бы, тебе у нее не учиться, потом она делается звездой соцсети, и ты понимаешь, что в истории она, как бы, ориентируется так себе. Мяу, 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 юзер говорит, мяу, Магдалена Галеата, да, Руслан Казаков, бля, я думал, Кашиняна, осытка, отсылка в Бандиане, Ленина, Марат, Олег, пора заканчивать, Фейгин Арестович, хорошо, максимум, еба, с днем рождения, бухаем в Казани, у памятника Льву Гумилеву, русский вперед, Алексей Игоревич, вам также привет, извините, опоздал, лайки Кашину, Юпитергенус, говорят, что вы трясете головой, бьете по столу, осталось пиздить стул, и вы будете прямо, как мой любимый стример, а давайте мы вас забаним, на всякий случай, дорогой Юпитергенус, а Марат, также по-маратски, по-татарски, я знаю только Саак Майдик, а что это значит, Марат, Никита Заболоцкий, как вы считали, как будут писать о Путине в русских школьных учебниках через 25, 50 и 100 лет, у меня об этом была колонка, что историю напишут враги, конечно же, Никита Заболоцкий, давно была колонка, Сокуров говорит, что война с Казахстаном будет намного более лютой, чем с Украиной, потому что русские украинцы одна нация, а казахи совсем другой выделки, что вы об этом думаете, думаю, не будет такой войны, украинская последняя, Андрей Дегтярев, вы для кого не знаете, куда пропал с радаров профстэмом Адагамов, он же другой, но он и для меня пропал, да, поэтому ничего не знаю, про него, Анморжок, а что по поводу ранее анонсированного стрима с товарищем, эвакуировавшимся с территории Украины, которым еще донатили здесь, но все как бы в планах, просто он еще там же находится, где он находится, поэтому я бы не хотел торопиться. Ален Хсена, здрасте, Олег, когда будет открытие временного памятника Марату в Лондоне? Каждый наш стрим это временный памятник Марату в Лондоне, и синяя будка, конечно, тоже. Токсик Дюк, форс горячей воды, вот запрет, шутка с политического раздела 2 Ча, который просто так не объяснит сходу. Катастрофа в Силагорске пришла в 90-е начале нулевых. Нет. Привет, Марат. Олег, как вы относитесь к антисемитизму? Олег, 137. С интересом Никита Забелотский могут ли в Украине появиться большие писатели и философы-идеологи украинского мира, способные создать самоценный интерес на оригинальный украинский мир, не похожий на все остальные? Да. Матрица спасена, говорит Марат. И Артеодор. Олег, а вы ощущали себя озоном политического стрим-сообщества? Да. И Кашин Топ говорит Магдалена Галиата. Я ей говорю Кашин Топ. Я согласен с ней. И на этой ноте я благодарю гениального Александра Петрикова за сегодняшнюю обложку. Благодарю Марата за модерацию. Поздравляю. Максим Майоб с днем рождения. Всех, кто здесь был, благодарю и приветствую. Всех, кто подписался на Кашин Плюс, также всячески восхищаюсь вами. И благодарю и обещаю не подвести. Подписывайтесь. Ссылка в телеграм-канале Кашин. На этой ноте прощаемся. До завтра. Всем пока. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok